Газета «Эврика» Сколько рассказать подробнее о тех событиях, которые произошли, и, может быть, что-то разъяснить, где-то дополнительную информацию предложить читателям. Потому что читать газету можно несколько раз. Это не то, что ты увидел где-то какое-то сообщение, оно ушло в ленте, и больше ты его и не найдешь. Газета всегда под рукой, и всегда можно какую-то информацию перечитать, узнать ее поглубже, и, может быть, найти какие-то фамилии, данные, контакты, и все, что людям, собственно говоря, необходимо. Сегодня в газете, конечно, много материалов и официального характера. Событийного характера. Да, все связано с событиями последних дней. Ну и есть и какие-то проблемные темы, анализ, которые наши журналисты пишут, обращаясь к экспертам и комментаторам. Визит президента, безусловно, занимает большое место в газете. Это четвертая и пятая полоса. И здесь дается информация о тех объектах, которые показали главе государства, где он побывал, с кем он поговорил. И можно вот такую общую картину составить, собственно говоря, что за эти дни президент увидел в октябре. Ну, а на второй, третьей полосе более оперативная информация, то, что буквально вчера стало известно. И, конечно, здесь не очень приятные факты. ЧП, да? Да, взрыв в Хромтау. Действительно, очень драматическая история. Непонятно дальше, что будет, потому что тяжелые травмы получил взрывник. Отчего это? Вот официально здесь есть строка от руководства компании, то есть как они это дело комментируют. То, что очередной школьник у нас получил... Заразился туберкулезом. Да, получил вот эту инфекцию. Это тоже очень опасно. Это всегда у людей вызывает массу тревоги, потому что, с одной стороны, мы пишем, что возмущены тем, что МАНТУ у всех подряд дает положительную реакцию и всех заставляет проверяться в туберкулезном диспансере. А с другой стороны, мы понимаем, что если этого не делать, то, возможно, завтра еще больше будет детей инфицированных. И вообще это такая зараза, которая, несмотря на всю медицину, все возможности, она постоянно все равно дает о себе знать. И лучше выявлять как можно раньше, да? Да, конечно. Как можно раньше лучше на это обращать внимание. На странице шестой под рубрикой «Люди» несколько тоже информаций, касающихся событий криминального характера или происшествий. Здесь рассказывается о суде, который буквально недавно прошел процесс. Но в результате этого суда обвиняемый получил не реальный срок где-то в местах заключения, а направление в психдиспансер, где его должны подлечить. Но, как оказалось, его уже с 2002 года там лечат безуспешно и периодически выпускают на волю. И каждый раз происходят вот такие ЧП. И мне кажется, что это уже тема, о которой нужно задуматься вообще, насколько это чревато. Хорошо еще, пока никто не стал жертвой этого преступника. Но все может быть очень скоро. Маленький мальчик компьютер нашел. Вот в этом материале хотелось бы тоже к такой теме обратиться и, может быть, развивать ее и далее. О том, чего мы боимся для своих детей в интернете. И, собственно говоря, что нам законодатели предлагают для того, чтобы их оградить. От негативной информации, которая появляется. Да. Ну, вот вы, например, какую информацию боитесь, что ваши дети увидят? Наверное, по всяким самоубийствам подобную информацию. Насилие, наркотики. Ну, конечно, всевозможная порнография, то, что детям рано по возрасту вообще видеть. Конечно, очень много тем есть, которые родители хотели бы закрыть от своих детей. Но сейчас это сделать очень трудно, потому что у детей интернет есть не только в компьютере, но и в телевизоре, и в смартфоне, и где угодно. И, конечно, тут же рядом другие дети, у которых может быть открытый доступ. И поэтому сейчас законодатели думают о том, что, может быть, вообще перекрыть все пути. Вообще эти все сайты максимально закрыть, чтобы нигде дети не читали эту информацию. Возможно ли это вообще? Как, к чему это приведет? Может быть, наоборот, это осложнит жизнь взрослым. А вот как это осложнит жизнь взрослым? Вот сегодня эксперты, с которыми поговорил корреспондент Эврики, все объяснят. Еще один материал, тоже связанный со школьниками, с детьми, это «Спрячь за высоким побором», так называется эта тема. Связано это, конечно, с новой, опять-таки, законодательной инициативой. Сейчас правительство предлагает закрыть родительский комитет. Ну, даже не правительство, а антикоррупционный комитет. Ну, действительно, родительский комитет – это и есть та структура, которая собирает деньги для школы. Ну, вам приходилось сдавать деньги? Приходилось, но сейчас, значит, председатели родительских комитетов идут на различные уловки, вплоть до того, чтобы родителям присылают номер счета, на который можно на карту закинуть деньги и как бы не приходить с деньгами в школу, никто не видит, что ты сдал, но на самом деле ты продолжаешь сдавать эти же деньги. Потому что, как говорят учителя, нам все равно нужны деньги на бумагу, на ксерокс, на всякие такие мелочи, на которые школа не выделяет, и поэтому приходится делать распечатки. Да, то есть вообще корень этой проблемы, наверное, идет к тому, что нет расходных средств у школы, да? То есть учитель должен за свои деньги обеспечивать детей дополнительными материалами, всевозможными распечатками, карточками и много-много чего другого, наглядные пособия – это все учитель должен за свою зарплату делать. И если учитель хочет что-то разнообразить, то есть он как-то хочет сделать интересными свои уроки, то, соответственно, он больше должен на это тратить. Да, действительно, учителя тоже можно понять, потому что значительная часть зарплаты на это может уйти, если у учителя два класса, там по 30 человек. С одной стороны, мы хотим, чтобы учитель работал со всей отдачей, а с другой стороны, если он не будет этого делать, то он тогда, что ему остается? Просто прийти, сесть за стол и с детьми разговаривать, что-то писать на доске. Но у него уже не будет ничего дополнительного. И, конечно, многие родители хотят, чтобы в классе были и шторы красивые, и цветы на окнах, и какие-то шкафчики, а может быть, там стулья новые купить, потому что девочки колготки рвут, а старую мебель. В общем, тут полка о двух концах. Хотите комфорта и уюта, платите, да? Не хотите? Ну, все упирается в то, что некоторые родители не имеют средств на это достаточных, и они чувствуют себя ущербными, то есть когда все сдают деньги, а у них нет этих денег. И тут начинаются всякие записи в Инстаграме, а вот в нашей школе опять поборы, а нас заставляют. Но хорошо ли вообще ликвидировать родительские комитеты? Тоже пока никто не посоветовался ни с родителями, ни с директорами, ни с учителями. И к чему это приведет, опять непонятно. Продолжая Теврика рубрику «К столетию уголовного розыска в Казахстане», я думаю, что это очень читаемые страницы, потому что здесь рассказываются подробности о каких-то громких уголовных делах, о преступлениях, которые были совершены у нас в области и в городе. И сегодня опять две истории. Одна история начала 2000-х, о том, как неожиданно собака помогла раскрыть преступление, и о том, как обычный человек, охранник игрового клуба, стал преступником, который едва не убил водителя такси. Просто случайно человек выжил, но срок охранник получил большой. Так что я думаю, тоже сегодня это будет считаться с интересом. Материал «Перемен требуют наши кошельки» рассказывает о том, что, собственно говоря, мы получим в результате повышения зарплаты, которое все с нетерпением ждут. И прежде всего ждут те, кто получит это повышение. Это бюджетники, военные, правоохранительные органы, госслужащие. Они все будут получать минимальную зарплату на 14 тысяч больше, чем сейчас. Соответственно, вырастут и ставки, и общие суммы, которые они получат. Но многие экономисты высказывают сомнения, что как только у нас повышается что-то, тут же начинается повышение цен, тарифов всевозможных, и дальше это все влечет в новый виток инфляции. Вот эти мнения вы сегодня в газете как раз и увидите, и прочтете. Ну, материал, который называется «От дамбры до джаза», это небольшая ставка в газету о культуре в нашем городе, которая продолжает существовать и развиваться. И действительно, сейчас очень разнообразна культура. Это и народное творчество, это и профессиональная музыка. Хотелось бы, конечно, нам больше гастролей, больше приездов. Но когда наши музыканты, тем более юные музыканты, на очень высоком уровне проводят какие-то крупные мероприятия, это всегда приятно, потому что действительно сейчас многие октябрьские музыканты выступают и в оперных театрах, и гастролируют по миру. И такие имена, конечно, как Димаш или Светлана Касьян известны далеко-далеко за пределами Ак-Тубея. Это тоже мы считаем славой нашего города. Сегодня в газете вы найдете материалы, касающиеся и работы, и всевозможных, всевозможные советы. Но, конечно, обзор спортивных событий, прежде всего, футбола, как всегда, дает Владимир Венгер, наш постоянный автор. И хочу еще заметить, что у нас продолжается рубрика «Сто лет комсомолов», в которой мы рассказываем о актюбинцах в прошлые годы, очень известных в своем кругу, и тех, которые действительно отдавали всю свою жизнь, силы, энергию общественной работе, общественному делу. Вот кого именно называли Павкой Корчагиным из Новоалексеевки, об этом человеке, комсомольстве 60-70-х годов, вы прочтете сегодня в номере «Эврики». То есть, как всегда, очень много интересных материалов, но любой вкус, много событийных материалов. Но, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за содержательный рассказ. Напомню, мы говорили об новом номере газеты «Эврика». Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова